Это тот случай, когда пассажиры готовы героически вызволить из снежного плена даже троллейбус. В Кирове за сутки выпала полумесячная норма осадков. Коммунальные службы к этому явно были не готовы. Пока в 40-сантиметровых сугробах вязнут автомобилисты, часть из которых уже поставили летнюю резину, радуются внезапному снегопаду лишь любители зимних видов спорта. Трассами для них стали заснеженные улицы города. И такого сюрприза погоды не ожидали сразу в 15 российских регионах. Последствия разгула стихии до сих пор устраняют от Башкирии и до Ленинградской области. Обильные снегопады и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Ураган переломал полторы тысячи деревьев, опрокинул десятки рекламных счетов, повреждены сотни автомобилей. В Смоленской области под натиском сильного ветра не устоял башенный кран. В Тульской и Тверской областях перебои с энергоснабжением. Без света остались полторы тысячи населенных пунктов. У нас в четырех муниципальных образованиях также получили повреждения кровли. Многоквартирные жилые дома, школа в Куркинском районе. Все это вопросы держим на особом контроле. Продолжается аварийно-восстановительная работа и во Владимирской области. Последствия непогоды устраняет более десяти бригад энергетиков. На территории области были отключены населенные пункты в 12 муниципальных образованиях, в которых проживает более 9 тысяч человек населения. Несколько районов на севере Свердловской области также без света. Из-за налипания мокрого снега на провода, а на улицах с угробы высотой до 20 сантиметров, коммунальщики работают в круглосуточном режиме. Продолжение следует...